Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в Джим-Этем. Мы находимся в 50 метрах от моря и сегодня посмотрим на обзоре гостиницу Приобе. Здесь два корпуса, расположенных в парковой зоне. Посмотрите, какое великолепное вертикальное озеленение. Такое встретить у нас это просто вау-эффект. Мы находимся на переулке Престижный 11. Здесь у нас туристский проход. По парковочным зонам находится рядом буквально за этим забором для машин за отдельную плату. Здесь у нас расположено кафе быстрого питания, на которое можете пройти, даже если здесь не отдыхаете. Но еще раз к вертикальному озеленению. Давайте посмотрим саму территорию. Гостиница нацелена на семейный, тихий, уютный отдых. Озеленение здесь просто великолепное. Везде, где вы не проходите, находитесь в тени. Вот она сама столовая с правой стороны от нас. Мы к ней вернемся немного позже. Сначала посмотрим, как выглядит двор. Здесь заходим, у нас альпийская горка. Фонтанчик такой, работает очень красиво. Есть беседочки, в которых вы можете сесть покушать или провести время. Здесь у нас вход в столовую. Сюда мы идем на рецепшн. Проходим далее. И хочется показать одно из сердец этой гостиницы. Это вот такой бассейн. Он крытый. Сейчас, видите, работает фильтрация, подсветочки. То есть, выглядит это все максимально симпатично. И довольно-таки большой он. Если надо, окошки открываются. Если не надо, закрываются. Есть детские стульчики, если вы будете кушать. Разнообразные детские качели. Проходим дальше. Здесь у нас тоже детский городок, в котором ваши детки могут провести время. И второе сердце гостиницы. Это бассейн под сенью деревьев. Тоже работает фильтрация. Людей сейчас здесь не видно. Но гостиница у нас хорошо загружена. Просто время на часах 9.49. И все пошли на море купаться, наслаждаться им в полном объеме. Температура воздуха, потому что сейчас у нас уже, даже я в тени ходил, 30 градусов. Это у нас, друзья мои, 30 августа 2023 год. Как вам вообще-то красота. У нас два корпуса. Вот один и вот два. Теперь давайте пройдем в столовую. Чтобы никого не смущать, подождал, пока все уйдут. Ну, короче, не судьба, ребята. Уже семья пришла на завтрак. То есть такое помещение с кондиционером, с детской зоной. Пока вы едите, вообще дети еще не позанимаются. Есть теледизор. И давайте посмотрим на меню. Что здесь предлагают и какие цены. Потому что, повторяю, здесь можно прийти. Помимо того, что поесть вам самим, кто отдыхает. Ну, и проходя мимо, зайти по улице. То есть вкусно, классно. И я жду ваших отзывов. Если вы здесь ели, то как вам было. Надеюсь, что ценники все видно. Формат у нас, в принципе, высокой четкости. Я надеюсь, что мы это с вами разглядим в полном объеме. Здравствуйте. И смотрим. Здесь у нас на завтрак очень много вкуснящей, которые вы все любите поесть. Спасибо большое. На обед, соответственно, другое блюдо. Все свежее, все вкусное. Салатики также есть утра для любителей. Фрукты в виде арбуза, компоты и разобразные соусы. Вот, может, вам даже пожарить яичницу, если вам надо. Отсюда можем тоже войти на рецепшн, но мы зайдем с другой стороны. Если вы любите кушать на воздухе, то, пожалуйста, для вас беседочки. Заходим, дорогие друзья, в гостиницу. И мы с вами попадаем на рецепшн. Здесь есть место для ожидания. Все оформлено в тоже таких красивых бело-голубых тонах. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я администратор гостиницы Приобье. Мы будем рады вас видеть. А теперь, дорогие друзья, давайте пройдем, посмотрим номерной фон. После чего мы прогуляемся с вами на море. Мы находимся во втором корпусе, на втором этаже. И посмотрим стандартный номер с размещением на трех человек. Номера, обратите внимание на то, какие они просторные. Попадаем в прихожую. С левой стороны у нас имеется шкаф. В шкафу наполнение выглядит вот так вот. То есть полотенце, простыни, плечики. С правой стороны имеется зеркало, весь рост. Есть место, куда повесить верхнюю одежду, комод, три стула, стол. Есть телевизор, холодильник, чайник, сплит-система. Действительно большой номер. Можете увидеть здесь у нас двуспальная кровать, односпальная кровать и две прикроватные, будем назвать их тумбочки. Также имеется два торшера с подсветкой, если вдруг вы любите почитать. Я думаю, стоит обратить внимание на то, какие широкие номера, коридоры. То есть вы тут вчетвером спокойно ставите плечо к плечу. Заходим в санузел. Здесь у нас унитаз, раковина, зеркало. Также имеется такая вот ванная и душ. Далее мы выходим на балкон. Балкон с выходом на престижный. Имеется стул-бластол, веревочки, чтобы посушить ваши вещи. Ну и практически вид на море. Если бы не было все застроено, мы бы вас 100% увидели, потому что очень близко находимся. По цене на сентябрь по 1000 рублей с человеком. Если вдруг вы приезжаете на следующий год, то бронируйте заранее. Такие места разбирают очень быстро. Если есть необходимость, вам предоставят детскую кроватку. Сейчас, друзья, мы находимся на третьем этаже второго корпуса. Посмотрим с вами номер двухкомнатный с кухней. Рассчитанная на четырех человек плюс доп. места. При входе у нас имеется зеркало, чтобы оглядеть его весь рост. Также имеется место, куда повесить ваши вещи. Шкаф, холодильник, кухонная столешница. Здесь у нас раковина, чайник, плита, вытяжка, набор посуды. Водичка бежит. Постоянно говорят, показывай, Юрий, показывай, ребят. Ну и набор посуды, в принципе, везде присутствует. Если чего-то вам там будет не хватать, вам всего это добавят. Причем все чистенькое, убрано для вас, готово к заезду. Здесь у нас на входе плитка. Дальше идет ламинат, чтобы вам было более комфортно. Имеется комод, стол, два стула, переносные столы, двуспальная кровать. Вот это то самое доп. место. Имеется бра, дополнительное украшение зеркалами. Посмотрите, как красиво пастельными тонами украшен номер. Своя спецсистема, телевизор и выход на балкон. С балкона вид во двор у нас. Имеется стол, два стула и веревочка. Здесь у нас шкаф, полотенце, простыни и плечики. У нас неоткрытые две двери. Давайте посмотрим еще одну комнату. Здесь у нас две односпальные кровати. Есть шкаф, телевизор, комод, два стула и переносные столики. Также имеется бра. Друзья мои, обратите внимание на размер номеров. То есть очень большие, просторные. Мы с вами еще не в один маленький, зажатый и не попали. То есть здесь можно было еще так же две кровати поставить. Что, наверное, в других отелях джимоте и сделали. Но здесь люди работали над вашим комфортом и уютом. Также имеется свой санузел с ванной. Посмотрите просто на то, как он оформлен. Есть инсталляция, раковина, место для хранения, зеркало. Идеальный просто душ от мечты. Грубо говоря, с тропическим душем. Душевая аллейка, а также имеется своя астральная машинка. Как вам? Ценник тот же, ребят. То есть пишите, узнавайтесь еще на сайте. Звоните, вам все расскажут, подскажут. Друг вы уже загорелись, как я, таким отдыхом. И приедете к нам отдыхать в следующем году. Также имеется пожарная безопасность и видеонаблюдение по всему отелю. Огнетушители стоят. Очень важно, потому что часто об этом спрашивают. Также имеются гладильные доски на этажах. Смотрим с вами, друзья, на четвертом этаже номер 46. Это однокомнатный стандарт, в котором три раздельные кровати. Здесь у нас на входе шкаф, с левой стороны зеркало. Наполнение шкафа вы можете увидеть. И здесь место для того, чтобы повесить ваши верхние одежды. Имеется комод, стол, три стула. Также холодильник, чайник, сплит-система. И опять-таки очень большой просторный номер. Здесь три кровати. Если надо, вам их могут сдвинуть, одеть ее хот-опер. И все будет как бы хорошо. В плане того, что вот таких вот вариантов очень мало. Когда, допустим, приезжает мама, два сына. Или три подруги, три друга. И у всех будет своя собственная кровать, чтобы не спать в обнимку. Когда мы путешествовали, я часто встречался с тем, что мы чуть ли не в номерах для новобрачных заезжали. С Ярославом приходилось спать на кровать. И вы все над этим ржали. Просто из-за того, что не было нормальных номеров за адекватную цену. Вот здесь такой вариант присутствует. Санузел. Наполнение. Унитаз, раковина, зеркало и ванная. Также в номере имеется свой, собственно, балкон. Балконы здесь тоже очень большие, просторные. Я бы сказал, правильно это звучит, не для галочки. То есть вы выходите, садитесь на стул. У вас есть еще место смотреть по сторонам. Здесь стол, два стула. Место, чтобы посушить ваши вещи. На пятом этаже расположена галерея картин. Смотрите, как красиво это выглядит. Гостиница себя позиционирует как уютный домашний отдых. То же самое отмечали мои подписчики. Которые, собственно, и попросили меня ее показать. Мы сейчас находимся, как я и сказал, на пятом этаже номер 51. Это небольшой двухместный номер. Просто все остальные заняты. Мы вообще все показали, что сейчас есть свободное. Так как место востребованное. Рядышком с морем. Как вы видели, уютное. И не каждый может похвастаться двумя бассейнами. И крытым, и открытым. Заходим в номер. С правой стороны есть место, куда повесить ваши вещи. Поставить обувь. С левой стороны зеркало, чтобы оценить свой внешний вид. Заходим вовнутрь. Здесь у нас двуспальная кровать. Есть док, место раскладывающееся. Также имеется холодильник, чайник, два бра и переносной стол. С правой стороны у нас стол, два стула. Место, куда сложить ваши вещи. Сплит-система телевизор. Также имеется место для хранения. Наполнение шкафа. У нас полотенца и плечики. Также есть место, куда разместить ваши вещи. В номере обязательно присутствует свой балкон. Стол, два стула, веревочка. Ну и посмотрите, сколько вокруг нас зелени. И отсюда мы уже видим море. Вот тут кусочек его проглядывается. Номер с видом на море. Красота. Стоимость такого номера 2500 рублей. Если вдруг вы сюда захотите приехать в сентябре на отдых. Все актуальные цены, повторяю, уточняйте на сайте. Унитаз, раковина, зеркало. Также имеется здесь ванна. Мы сейчас с вами находимся на втором этаже. И посмотрим с вами номер двухкомнатной улучшенной планировки. Номер, могу вам сказать, что очень большой. Места в нем предостаточно. До пяти человек размещения. С правой стороны у нас находится санузел. В санузел мы заходим. Здесь у нас ванная. Есть раковина. Места для хранения. Очень многие девочки отмечают, что для них это важно. Возле зеркала есть подсветка, которая работает. Также есть унитаз. Ну, ванная, я уверен, что порадует очень многих. Потому что кто-то хочет ее принимать. Даже для детей придумана подставка. Таких мелочей здесь предостаточно. Здесь у нас кухня спальная. С правой стороны зонирование. И отделено это место. Здесь у нас два спальных места, две кровати. И к ним вот такие вот очень красивые столы переносные. Есть место для хранения. Место для верхней одежды. Зеркало, чтобы поглядеть себя во весь рост. И дополнительные стулья раскладывающиеся. Также имеется сплит-система. С этой стороны у нас диван. Есть стол и два стула. Телевизор. Выход на балкон. Кухонная зона исполнена в таком виде. Что у нас холодильник, микроволновка, вытяжка, плита, чайник. То есть полностью весь набор техники, который вам нужен для приготовления пищи. По посуде, по всему, я думаю, как красиво стоит открывать, наверное, показывать почаще. То есть под мусорочку сделано. Ну, очень симпатично набор посуды весь присутствует. С этой комнаты мы можем выйти на балкон. Балкон является действительно продолжением украшения номера. Нюанс то, что у нас имеются такие вот двери с сеточкой, чтобы никто не залетал, вас не беспокоил. И посмотрите на размер балкона. Стулья вы видели дополнительные, можно сюда их вынести. Есть сушилка, есть дополнительная веревка. И вторая часть балкона уже для родительской, так назовем ее, спальня. Она отделена от основной комнаты дверью. Дверь у нас с закрыванием. То есть вы можете уединиться. Не переживать, что ваши дети вас побеспокоят. Видим вот такую красоту. То есть у нас есть изголовье, бра на стенах, элементы декора. Очень красивые светильники. Есть столы, которые выполняют роль тумбочек. И также место для хранения телевизора и своя сплит-система. С этой стороны у нас раздвижной шкаф. Наполнение с одной стороны, с другой стороны. Большим плюсом является то, что здесь имеется такой вот санузел. Со своей стороны машинка, раковина, зеркало. То есть очень многие говорят, что нам бы два санузла. Вот вам, ребята, пожалуйста. Два санузла и выход на балкон. Система выхода такая же. Здесь стол, два стула и еще один стол. Граждение, кстати, тоже высокое. Безопасно реализованное. Цены я отдельно озвучивать не буду. Но стоимость такого номера в сентябре в районе 5000 рублей на 5 человек. То есть в среднем отдых по отелю по 1000 рублей с человека. Более актуальные цены, пожалуйста, уточняйте на сайте, который вы видите на экране, а также есть в описании. И будете в курсе всех событий, чтобы на меня не ругаться, если я вдруг что-то указал не так. На море нам пойти по престижному проезду. Поэтому здесь есть ногомойка перед гостиницей. Ну вот это, конечно, вертикальное озеленение. Это очень круто. Друзья, руководители этой гостиницы являются также владельцами ванильки. Те люди, которые здесь отдыхают, они, допустим, завтрак, обедают здесь на месте. А вечером уже входят непосредственно в ванильку, где можно и с детками провести время, и покушать разных сладостей, более такой интересной и вкусной еды. А в ванильке у нас очень много хороших отзывов. И я думаю, что в ближайшее время мы, возможно, тоже зайдем туда на обзор. Ну а сейчас отправляемся до моря. Владельцы заявляют, что 5 минут дойти до очень хорошего пляжа. Это делать придется по благоустроенной зоне, хорошее покрытие и озеленение по кругу. Проход этот к морю мы снимаем очень часто. Но хотелось бы еще отметить, что владельцы этих заведений еще и присматривают за памятником, который находится немножко сзади ванили, за что их можно поблагодарить. Здесь у нас продают виноград. А что, по чем? 100 рублей. 100 рублей. Это называется плевень. Плевень. Вкусняшка. Он только-только подошел. Понял. Спасибо. Если что, на обратном пути зайдем, возьмем по соточке вкуснейший виноградик. Плевень, он очень сладкий. Я бы его назвал солнечный сорт. Потому что, когда кушаешь, его прям раскрывается во рту и как будто ты под солнышком находишься. Люди неспешно прогуливаются с пляжа и на пляж. Все счастливы и довольны. Прошли мы здесь небольшой зигзаг. Так формировались эти участки. Но проходы все широкие. Уютиться вам не придется. Это все-таки не кривой элитный проход на джемотеге. Там сквозь заборы к тернии и к звездам. Тут у нас везде частные сектора. И все сдается, как говорится, по полной программе. Иноградик у нас, как вы видели, уже продается вовсе. Здесь у нас, кстати, погиб. Видите? Белый какой-то порошок в Уждеморе. У многих, вот так, он пострадал в этом году. Ну, ребят, здесь музычка. Там у нас так хорошо. И тихо было. Кстати, вот то, что и отмечают, что тихий, спокойный семейный отдых. То есть вы приходите и спокойно проводите своей семьей время. Здесь у нас торговля буйными рядами. Выставлялись, ребята. Продается все, что надо и не надо. Чуть-чуть осталось пройти. Здесь у нас раньше сразу было море. Сейчас понастроили гостиницу. Одну из них там сзади должны убрать. И выходим на Пионерский проспект. Здесь есть места, где можно что-нибудь перекусить. Да? Да. Здрасте. Как отдыхаются? Нормально. А как вам этот пляж? Нормально. Лучше, чем Витязево. То есть вам здесь там хорошо? Хотя бы этих нету. Медуз. Мы в том году были Витязево. Там вот такие шняги были. И фиолетовые. И которые жгли конкретно. А здесь мы вот такие малюсенькие 2-3 штучки встретили, и все. Это вообще прекрасно. Ладно, хорошо отдыхал. Здесь фрукты и овощи продают. И уже дошли. Вот проход к морю. Также следует отметить, что здесь шаговые доступности. Есть аквапарктики. Также находятся парки развлечений. Ну и все, что вам надо. В принципе, для вашего времяпровождения на отдыхе есть. Перед выходом на пляж есть экскурсии. Есть разлив хаус, столовая, морепродукты. Другого голодайте уже сюда. Ну, как говорится, все хвалят столовые, в которых отдыхают в гостевых домах. И советуют там на отдых. Выходим, джемоте один в пляж относится. Это место. Здесь снесли забор. И вот сейчас в таком формате все выглядит. Но здесь забор все еще существует. Дюны, которые пытаются уничтожить, все еще есть на месте. Это у нас сина-сина работает. Класс. Лимонад продается. Также имеется на пляже. Все инфраструктуры. Там шезлонги, переодевалочки. Все, что вам может только пригодиться на пляжном отдыхе. Самое интересное, видишь, какая здесь сейчас водица. В прогнозе у нас стоит 30 градусов. На солнце у нас уже почти 35. Температура растет. Честно, хорошая погода. Посмотрим, как сегодня будет по температуре моря. Мусорки присутствуют, переодевалки, как я сказал, тоже есть массаж. С левой стороны бар, с правой стороны бар. Есть место для отдыха. Выбирайте сами, куда вам хочется. Налево или направо. Места о свободных лежаках есть. И, в принципе, на этих пляжах людей, как говорится, меньше. Здесь стоимость лежака 300 рублей в день. Если по абонементу, по-моему, от 5 дней, то по 250. Можно взять сележачок и приходить на отдых, друзья. Тело пляжа очень красиво. Все убрано. Здесь чистота и красота. А это самое главное и важное для всех тех, кто приезжает на отдых, дорогие друзья. Внутри, что здесь, вот с правой стороны, возле пирса чуть присутствуют водоросли. Какие из них здесь люди делают надписи. Но, а по факту, море кристалл. Просто чистейшее. Для блюзового даже идеальнейшее. Чуть-чуть. Винушка. Но это буквально рядышком. Дальше идеальное море. В общем, Джамате вас ждет. Приезжайте, народ. Ходичка, кстати, сегодня такая прохладненькая. Сейчас ветер у нас уже остановился северный. И будет делать разворот. Так что в дальнейшем море будет теплеть. К вечеру я прям обещаю, что температура его поднимется. Потому что должен прийти южак. Если все по прогнозу, все сбудется, то будет очень классно. Нам в море 34,6 температура воздуха. Давайте замерим водичку. Мои дорогие, я вам передаю громкий привет. Тем, кто еще собирается к нам на отдых в этом году. Либо кто в следующем. Температура моря у нас 25,4. На контрасте в 10 градусов практически между воздухом и водой. Накажется прохладной. Заходишь в море и, постояв там немножечко, начинаешь кайфовать. Температура великолепная, вам хочу сказать. Все номера, контакты под видео. Если вы хотите приехать, приезжайте. Отдыхайте, наслаждайтесь. Я уверен, что вам все здесь очень понравится. С вами был Юрий Озаровский. Вам всем привет, Черноморский. И увидимся, ребята, на отдыхе в следующем сезоне. Или в этом лето подходит к концу. Еще буквально полтора дня. И мы пойдем в сентябрь, дорогие мои друзья. Всем пока-пока. Мы продолжаем морское путешествие на теплоходе Диана-Кривия. Через 5 минут заканчивается посадка. Мы продолжаем важную посадку. В посадке приобретаем двигатель, информацию и добрость пожаровать. Редактор субтитров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok